Стой! Стой! Не покажешь! Дрожа от холода и страха, они заставили немцев отступить. Эта история о судьбе и отваге, о любви к родине, известно, наверное, каждому. А зори здесь тихие. Сюжет повести Бориса Васильева не раз брали за основу кинофильмов. Непростую задачу несколько лет назад поставил перед собой новосибирский композитор Андрей Кротов, который решил литературных героев сделать театральными. В фильме есть крупные планы, есть много текста, который идет за кадром в том числе. История рассказывается каждой девушке. А здесь на сцене мы в каждом шаге, в каждом слове должны это все выразить. Мария Евтеева в спектакле Лиза Бричкина. Простая деревенская девушка. Актриса театра призналась, во время работы над персонажем на глазах нередко появлялись слезы. Не дошла, видимо, Бричкина. Главная мужская роль в этом спектакле досталась двум артистам – Михаилу Лямину и Юрию Голубеву. Сегодня он на сцене. Старшина Федот Восков – единственный, кто по сюжету останется в живых. Удар врага приняла и Женька Камелькова. Может быть, я в жизни не такая отчаянная, как Женька, но здесь просто героиня, у нее такие обстоятельства, ей терять просто нечего. И вот даже в фильме Ольга Строумова говорит, что я очень нервная и терять мне нечего. В общем, это ее как бы такое зерно. Артисты театра все как один говорят, этот спектакль уже давно был нужен репертуару. В списке названий нет ничего столь же патриотичного. Тем более сейчас, когда ветеранов войны стремительно становится все меньше, историю необходимо сохранять для будущих поколений. Все диалоги в основном были в песнях. Вот это не смущало? Нет, это помогло пережить. Как-то они пели, и ты понимаешь, что на войне действительно были такие чувства, как бы тяжело было. Видно то, что актеры тщательно работали, очень сильно старались. И как бы правда создавалось, да, то, что это какие-то эмоции тоже были. А зори здесь тихий. Премьерный показ этого спектакля 27 и 28 апреля с музыкальной драмой обязательно выйдут на сцену и в День Победы 9 мая. Спасибо вам большое. Елена Кузовкина, Николай Шелком. Наши новости.